В эфире православного телеканала «Союз. Беседа с батюшкой» в студии Михаил Карелин. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях в нашей студии клирик Богоявленского кафедрального собора в Елохове Иерей Алексей Козлевсков. Здравствуйте, отец Алексей. Благословите наших телезрителей. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, братья и сестры. Бог да благословит всех нас. Дорогие друзья, с отцом Алексеем мы продолжим разговор о значении и силе молитвенного слова. Отец Алексей, напомните, пожалуйста, почему молитва необходима каждому христианину? И какая молитва нам необходима? Какая молитва правильная? Действительно, молитва является центром, сосредоточением всей духовной жизни человека. Как мы уже с вами говорили в прошлую нашу встречу, молитва – это всецелая обращенность души верующего к своему Творцу. В молитве раскрывается душа верующего для того, чтобы благодатная сила могла прийти, прикоснуться к душе и обитель сотворить в нашей душе. В молитве человек таинственно соединяется с Богом, и душа его становится храмом Духа Святаго. Посредством самораскрытия в молитву мы входим в личностное, очень тесное, можно сказать, даже духовно-интимное отношение со своим Богом-Творцом. Здесь начинается обожение, преображение души человеческой, восстановление подобия Божия в христианине. Многие отцы говорили, что молитва – это барометр духовной жизни. Как человек молится, так он и живет. И если он молится, то душа его жива, а если ленится, пропускает молитвы, то вера его становится формальной, мертвой. Молитва – это выражение любви, благоговения, глубочайшей благодарности своему Создателю. И вместе с тем это выражение смирения, покаяния, сокрушения Духа, преданности воли Божьей. Молитва – это дыхание души, многие отцы говорили. В религиозном смысле человек жив, когда он молится. Если он перестает молиться, то как человек без дыхания умирает, так и душа без молитвы, искренней, сердечной, глубокой молитвы, она задыхается, она начинает замирать и умирать. «Непрестанно молитесь, за все благодарите», – призывает апостол Павел в Первом Послании к Солунинам. «Должны всегда молиться и не унывать». Такие слова Господа мы читаем в самом начале 18 главы Евангелия от Луки. Феофан Затворник, тоже великий учитель молитвы, напоминает нам о том, что главное в молитве – это не слова, а чувство к Богу, из сердца исходящее. Так же учит и учил святитель Иоанн Золотовуст, как и многие древние отцы, должно молиться не просто устами, не просто языком, но из глубины сердца, с великим усердием и ревностью, из самых оснований души. Как же нужно научиться этой молитве? Как можно научиться такой молитве? Какая молитва правильная? И святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов, многие другие отцы говорят, что к молитве нельзя приступать вдруг. Вот взять и начать молиться. Нужно подготовиться к ней, настроиться на молитву. Богомыслием, чтением Священного Писания, молчанием, отрешением от земных суетных разных проблем. Нужно, конечно же, приступая к Богу со словами благодарности, любви, принося словесную жертву, конечно же, нужно отринуть от сердца всякое памятозлобие, осуждение, злобу, раздражение. Это все Богу неприятно. Мы вспоминаем слова Господа Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Если ты пришел к Богу, принес некий дар и вспомнил, что брат имеет что-то против тебя, оставь дар, не приноси. Прежде примирись с ближним, с братом твоим. И только потом уже приноси жертву словесную Богу своему. В молитве отцы рекомендуют не держать некий образ в голове. То есть не воображать. Некоторые начинают рисовать некие картины, кто-то с ним говорит, кто-то, может быть, благословляет, или еще что-то. Нет. Безобразность молитвы. Даже мы читаем совет у многих подвижников не очень внимательно разглядывать, даже не разглядывать иконы во время молитвы. Нужно ощущать себя стоящим перед живым Богом и сердцем внимать Богу и словам молитвы. А воображение должно заснуть. Оно не должно здесь работать. Никакая мечтательность, никакие фантазии, никакие видения не должны быть во время молитвы. Конечно же, правильная молитва – молитва внимательная. Когда мы ум заключаем слова молитвы, пропускаем все эти слова через свой разум, через сердце. Это все возможно, когда молитва не рассеянная, не наспех, не убыстренная какая-то, лишь бы вычитать, а очень внимательно сосредоточенная. Нужно, конечно же, избегать формальной вычитки правила. Отчитал и пошел по своим делам. Это сотрясение воздуха. Сердце осталось равнодушным, а иной раз и вспоминаешь, омолился ли я вообще, разговаривал ли я с Богом, вычитывая то или иное молитвословие. Молитве нужна неспешность, благоговейность. Иногда, конечно, мы встречаемся с трудностями. Нам нет усердия, лень наваливается. И здесь, конечно, нужно поработать, принудить себя встать на молитву, заставить себя думать об этих словах, препятствовать потоку воспоминаний, те, кто молился, внимательно пробовал вычитывать правила, наверное, согласятся со мной, что удивительный феномен мы с вами встречаем. Как только встанешь на молитву и постараешься внимательно молиться, вдруг начинается вспоминаться, что то, что забыл, то, что нужно сделать, кому-то позвонить, что-то упустил, сразу память оживает на мирское. Да, бесы стараются нас увезти от небесного и помогают вспомнить. Но это не вовремя воспоминаний, конечно, мешает небесному. Здесь мы должны усилием воли отогнать все земные воспоминания, даже заботы отогнать от себя, принудить себя на молитву. И, конечно же, правильная молитва, она всегда исполнена духа сокрушения, покаяния, смирения. Плод молитвы, пишет святитель Феофан Затворник, главный плод молитвы не теплота и сладость, как некоторые думают, а страх Божий и сокрушение духа. Их постоянно надо возгревать и с ними жить, и ими дышать. И святитель Игнатий Брянчанинов, тоже великий учитель молитв, говорит, что сознание своей греховности это основа молитвы. Без нее эта молитва становится фарисейской, надменной, прелестной. Когда мы с вами начинаем учиться, обучаться молитве, мы сталкиваемся с врагами молитвы. Это рассеянное наше внимание, об этом я уже отчасти говорил. Здесь нужно эту рассеянность отогнать, может быть, земными поклонами, может быть, произнесением вслух молитв, каким-то таким взбодрением духа, усилием воли, умением бороться с помыслами. Рассеянное наше внимание часто бывает из-за того, что мы пребываем в таком информационном присыщении, особенно если мы позволяем себе смотреть телевизор, теле иные передачи, какие-то фильмы, которые оставляют яркое впечатление. Конечно же, после этого глубокой и внимательной молитвы быть не может. Нужно беречь свою впечатлительность, свое сознание от избытка вот этих информационных разных ярких образов и потока информации. От много впечатлительности нужно беречься. Мечтательность, ленность – тоже враги молитвы. Мы об этом говорили, что нужно взбодриться, преодолеть ленность, а мечтательность – отогнать и запретить себе, может быть, даже и в другое время, предаваться излишним фантазиям, неким мысленным картинкам, не услаждаться ими. Много заботливость вредит молитве. Это все нам очень склонно. А ведь за этой много заботливости, как многие говорят, мне некогда молиться, я семью кормлю, я посуду мою, я на двух-трех работах работаю. Ведь за всей этой многозаботливостью стоят конкретные страсти. Например, сребролюбие. Да, деньги нужны, мы без денег не можем, но Богу главное мы должны отдать – попечение нашей души в жизни. Поэтому нужно довольствоваться тем, что Бог посылает и уметь выкраивать для Бога часы и время, и дни, в которых забота о попечении плоти должна полностью от нас отходить. Этим вот чаще всего отцы семейств грешат сребролюбием. Ну а хозяйки, у них тщеславие. Как же так, у меня на кухне не вымыта посуда, у меня не постирано белье, у меня не блестит, у меня не красуется, у меня пироги не самые лучшие. И вот начинается многозаботливость. А за этим стоит желание показаться на высоте, желание, может быть, похвалы, гордость житейская, все это нам мешает, все эти страсти мы должны обарывать, и только чистым, чистым сердцем и Бога увидят, узрят. Особо нужно сказать о такой страстной силе души, как сластолюбие. Любое наслаждение приводит к потере духовной силы, оканчивается некой душевной опустошенностью, усталостью. Человек, для которого наслаждения плотские, те или иные, питье, ясти, питье, или там какие-то удовольствия еще ниже желудка, главное, он добившись, присытившись, теряет смысл жизни, перед ним тупик, он на излете, а что дальше? Плоть удовлетворена, больше не нужно. И такая душа сластолюбивая не может почувствовать духовной радости, окрыление духа, величайшей гармонии со своим создателем. Эта радость духовная для такого сластолюбца закрыта. Мы сами себя обедняем, не взводим на некий скотский уровень жизни. Конечно, мы должны бежать от такого пресыщения, от наслаждений, которые являются суррогатом, подменом духовной радости. И надо сказать, что любовь к плотским наслаждениям вообще разлагает волю человека, делает его малодушным, боязливым. Он боится потерять эту радость, это здоровье, это питание, эту похоть какую-то свою боится. А боязливый человек это трус, а трус это потенциально отступник, предатель. И, конечно же, боязнь, трусливость рождает ложь. А ложь по-своему опустошает человека, делает его бездуховным сыном дьявола. Вообще, надо сказать, что есть глубокие книги о молитве, которые мы все должны с вами читать, изучать. Это и святоотеческая литература, душеполезное поучение Аввы Дорофея, и невидимая брань старца Никодима Святогорца. Это и Иоанн Лествичник поучения, его Лествица, главная книга. Я бы порекомендовал и книгу одного современного автора, очень глубокую книгу о молитве, автор Архимандрей Трафаил Карелин. Книга называется «Дыхание жизни». Вышла она совсем недавно, здесь, в Москве. Найдите чудная книга, которая каждому из нас поможет понять, что такое правильная молитва, и поможет научиться ей. Отец Алексей, я благодарю вас за широкий, развернутый, глубокий ответ. К вам вопрос из города Суруш. Здравствуйте, слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос, пожалуйста. Конкретно у меня такой вопрос. Молитва 8, утренние правила, Господи Сухорестуд. Тут сказано, «Аши, о, а дел спасеши, не все благодать и дар, но долг пачи, и многих щедроток и незачем и милости». О каком конкретно долге говорится? Проясните, пожалуйста. Спасибо. Речь идет о том, что мы просим Господа спасти не по нашему достоинству, не по нашим делам. Наша греховность настолько превышает наши зачастую мнимые добродетели, что нам кажется, что мы вот постиемся, что мы что-то доброе сделали, вот мы этим можем оправдаться. Никогда мы своими делами оправдаться перед Богом не сможем. Меры наших грехов превышают все наши добрые дела вместе взятые. Поэтому мы молим Господа, чтобы Он спас нас не по справедливости, не от дел спасеши наш, что есть всего лишь долг, а по милости, по дару, абсолютному бескорыстному дару любви Божией, о которой Он засвидетельствовал устами Господа Иисуса Христа, всем подвигом Его жизни. Вот об этом идет речь в этой чудной молитве преподобного Симеона Нового Богослова. Батюшка, а нужны ли Господу наши молитвы? Разве Он не знает прежде прошения наших, что требуется нам, что полезно? Нуждается ли мать в словах, в лепете любви своего ребенка? Нуждается ли отец, любящий, конечно, отец, чтобы чадо его обнимало его, благодарило его, приходило к нему? Разве мы своим детям только за благодарность благодеяние оказываем? Но любящее сердце хочет услышать ответную любовь. И мы зачастую сердимся на наших детей, не слыша от них слова благодарности, даже не только потому, что мы уж больно нуждаемся. Вообще-то мы, конечно, нуждаемся в благодарности. Наша любовь страдает, если мы не чувствуем ответной любви. Но и потому мы сердимся, воспитываем своих детей, потому что знаем, что коснее в неблагодарности их душа губится, их душа опустошена. Человек, который дарит, на самом деле становится богаче. И вот дарить благодарность, ответ на любовь, это обогащаться душой. С одной стороны, так. Да, Господь знает все наши нужды, прежде даже нашей молитвы. Но в молитве ведь главное не перечислять свои нужды. В список мы можем составить из миллиона пунктов. Главное ведь не перечисление. Как я уже говорил, приводил слова святителя Феофана Затворника. Не слова нужны Господу, а сердце. Вот когда мы говорим эти слова благодарности, любви, словословия, покаяния, прошения, в этом выражается наша любовь, вера, доверие. В этом наше размягчение сердца, смирение, сокрушенный дух. Мы работаем, прежде всего, молитвы нужны нашей душе, чтобы она укреплялась в благодарности, в великодушии, в щедрости, в умении дарить упражнялась. Это нам нужны эти молитвы. Хотя и Богу они радостны. Спасибо, батюшка. И к вам еще один вопрос из Новокузнецка. Здравствуйте, слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, читая молитву Отче наш, есть там такие строки, и остави нам долги наши, якажи, мы оставляем должником нашим, а если человек, ну, я понимаю, оставляем должником нашим, то есть прощать тех, а если он не прощает, и читает эти строки, как бы лицемерит, проговаривая эти слова. И еще можно сразу второй вопрос, а то долго я дозваниваюсь, если литеранка ходит в церковь, имеет ли право она креститься со всеми наравне с православными? По первому вопросу, у владыки митрополита Антония Сурожского, преснопамятного, у него замечательные есть статьи, тоже о молитве. У него есть такой рассказ о том, как он пришел к своему духовнику и честно признался, что он не может простить своего обидчика. Не может и все. Это несправедливо прощать его. И духовник ответил ему, теперь отныне, когда ты читаешь молитву Отче наш, молись так, и ты, Господи, не остави мне грехи мои, не остави долги мои, так же, как и я, не прощаю брату своему согрешившему передо мной. Конечно же, этот молодой юноша, каким был владыка в то время, он, я не могу так молиться, я хочу прощение получить. И вот духовник ему подсказывает, ты получишь его только в том случае, если ты простишь. Да, бывает проблема, что я не могу простить другого человека. Тут нужно задуматься и понять, что этот другой, который тебе сделал больно, он тоже сын или дочь Божия, он тоже чадо Божие, больной грехом. А разве вы не больны? А кто из нас не больной? Мы все больны в свою меру. А разве больной на больного в больнице обижается? Это глупо. Вот на самом деле, по большому счету, обижаться друг на друга здесь, на земле, неумно. Глупо. Это значит забыть, что мы все чадо Божие. И ненавидеть друг друга, это все равно, что вот заболеет у нас мизинец, а указательный палец начнет его ковырять или даже желать отрезать. Ты заболел? А ну давай тебя отрежем. Второй палец заболеет? А ну-ка отрежем. Нет, заболеет у нас пальчик, мы о нем печемся, намазываем, терпим эту боль. Вот так вот мы должны врачевать и раны друг друга. И еще, и еще. Знаете, нести немощи ближнюю свою, болеть от страстей ближнего, мужественного, терпя, покрывая их любовью, это тяжело. Это крест жизненный. Но нужно отделять это от ненависти, от желания отомстить, от желания там что-то сказать плохое, проклятие, или сделать плохое, или ответить злом на зло его поступок. Это совсем другое. Вот если второе, то, что мы говорили, ненависть, мщение, зло на зло, абсолютно нам запрещено, и мы не должны так поступать, то боль от обиды, от клеветы, от предательства, нам будет больно. Не нужно думать, что это как раз прости, значит, перестать эту боль испытывать, забыть как бы. Я не могу это забыть, если мне нож воткнули и ковыряют, мне больно. Как мне реагировать? Я должен молиться, я должен пожалеть этого человека, постараться не мстить, может быть, отойти, дистанцию некоторую психологическую произвести, понять, что он болен, что он сейчас в злобе, в страсти пребывает, постараться, добрым ли словом, терпением ли, иногда молчанием, иногда наоборот, дружелюбным словом, умереть, примириться с ним и постараться простить его, простить, хотя больно будет. Вот разделяйте. Прощение – это желание воли ему исцеления, покаяния, исправления. Мое желание – это и есть прощение. И в то же время мне больно, боль я буду терпеть. От боли меня освободит только Господь. Когда? Когда придет время. А сейчас мне больно, но я его прощаю. Хотя мне больно. Разделяйте это. Боль и непрощение. Это разные вещи. По второму вопросу. Хорошо, что кто-то из сектантов, из лютеран, или из католиков, или мусульман приходит в наши православные храмы. Имеет ли право он зайти? Конечно, имеет. Если он заходит с благоговением, с какой-то верой, может быть, с любопытством. И пусть себе заходит. Креститься, рукой нанести на себя крестное знамение. Да, слава Богу, что ему хочется это делать. Если вы его потерпите с любовью, сприветствуйте, с праздниками будете поздравлять. Конечно, лютеранин или другой сектант не сможет участвовать в таинствах церковных. Но посмотреть, как мы молимся, и как мы с любовью друг к другу относимся, и к нему относимся, он может. И дай Бог, чтобы он это увидел, эту любовь. И тогда эта любовь пленит его сердце. И я думаю, что он придет к истинной вере. Спасибо, отец Алексей. К вам еще один вопрос из Москвы на этот раз. Здравствуйте, слушаем вас. Да, да. Алло. Алло. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Да. Здравствуйте, отец Алексей. Здравствуйте, студия. Здравствуйте. Батюшка, я хотела обратиться к таким вопросам. Вот мне, как женщине, никак не удается устроить свою личную жизнь. Я уже какой раз в жизни страдаю от мужского предательства. Посоветуйте, какому святому обратиться и какие молитвы читать, чтобы это как-то образовалось. Это первый мой вопрос. И второй, вот для себя никак не могу найти ответы ни из чтения духовной литературы, ни из беседы там с какими-то другими там духовниками. Вот. В чем разница между гурдостью, то, что является, в общем-то, наверное, одним из качеств женщины, которая должна быть трясущей в миру, и между гордыней, то, что является смертным грехом? Батюшка, я предлагаю второму вопросу все-таки посвятить отдельную программу, тем более, что в ближайшие дни она будет у нас на канале. Ну, хорошо. Да, тогда кратко только скажу. Гордость, гордыня, не слишком большие принципиальные разницы между этими понятиями. Если вы имеете в виду некую честь, которую нельзя втаптывать, нельзя позволять над собой глумиться, вот я бы сказал, что да, честь, достоинство человеке надо уважать, потому что на вас образ Божий, нельзя позволять, чтобы ваш образ Божий втаптывали в грязь, скверняли, глумелись над ним. Вот, образ Божий надо хранить. А вот гордыня, гордость житейская, это, мне кажется, синонимы. Ну, если будет отдельная передача, то вы постарайтесь позвонить, как вот Михаил советует. Что касается первого вопроса, устроить личную жизнь не можете, кто может заступиться? Ну, конечно, заступаются и Матерь Божия, и Господь, и святители, святые мученики, исповедники Гурии, Самон и Авив, празднила ли память мы совсем недавно. Но надо еще и подумать, может быть, что-то и в вашей душе такое вот есть, что тянутся к вам люди, которые очень легко как-то переходят грань допустимых, допустимого, и начинают унижать вас, предавать вас. Может быть, и в вашей душе что-то есть такое. Нужно хорошо подумать и об этом. Спасибо, батюшка. И к вам еще один вопрос из Московской области. Здравствуйте, слушаем вас. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, меня беспокоит вот наша мирян ненаученность в молитве, но особенно храмовой, потому что вот я человек пожилой и сильно немощный, но я как-то вот прочитала у епископа Феофана Заткорника, что должно так научиться молиться, что если вот ты ну совсем плохо и, как говорится, до храма не доходишь, то надо ну вот с такой же силой молиться самому. А у нас в принципе, когда в храме вот бываешь, то у нас же разобщена такая молитва, вот у нас там клир за вратами, миряне здесь отдельно стоят. все, как говорится, ну читается непонятно. Молитвы не все вслух читаются. И в результате вот я как мирянин, ну я просто не понимаю, как вот не следуя епископу Феофану научиться вот с такой силой молиться, чтобы это было действительно, как говорится, сердечное обращение к Богу. А так у нас немножко это вот напоминает, как каждый стоит в храме и медитирует по-своему. Ну клир, конечно, молится, но миряне-то выпадают из молитв. Матушка, ну наверное, святитель Феофан Затворник говорил о храмовой молитве, ему известной, вот в Ишинском монастыре, монашеская молитва, в 19 веке, наверное, молились иначе, чем может быть мы сейчас молимся. Речь не идет о том, чтобы буквально исполнить совет святителя Феофана Затворника, молиться, как в храме. В храме, может быть, молитва и не очень хорошо идет, если хор увлекается протестными пениями или, может быть, там невнятно произносит слова. Всякое бывает в храмах. А вот молиться внимательно, горячо, неспешно, покаянно, от сердца, вот то, что я вот другие зачитывал советы святителя Феофана, вот так бы нужно. А это можно сделать по немощи и дома, когда вы, сидя на кровати своей по немощи, если не можете стоять, будете внимательно пропускать утреннее, вечернее правило через сердце. Присовокупите к этому чтение, благоговейное, внимательное чтение Священного Писания, прежде всего, Нового Завета, Евангелия, несколько посланий апостолов. Может быть, если вы, разумеете, умеете читать Псалтирь и несколько какафизм прочитаете, у кого-то сердце лежит гимнотворчеству и гимноглашению какафистом, замечательно, читайте внимательно, благоговейно, от сердца, вот и будет храм в вашей душе. Я думаю, святитель Феофан Затворник бы одобрил такую молитву. Отец Алексей, а вот когда в храме невозможно разобрать молитву, когда не удается влиться в общую молитву, можно ли читать про себя, молиться Иисусовой молитвой? В храме есть некие основы богослужения, неизменяемые песнопения. Это и предначинательный псалом, это и, скажем, все ночные в день и свете тихий, и ныне отпущающий, и Богородица, Дева, и пение хвалитных псалмов, и словословия, и песни Пресвятой Богородицы, ну, то, что вы хорошо знаете, старайтесь знать эти слова наизусть, мысленно подпевать хору, или даже чуть-чуть тихонечко, если это возможно. А вот изменяемые песнопения, стихиры, или, иной раз, и тропари малоизвестные, которые звучат невразумительно, это всего лишь отдельный фрагмент этой службы. Вы можете, конечно же, молиться не обязательно только вот Иисусовой молитвой. Если поется тропарь святому, вы не разбираете слов, ну, от себя скажите, святые мученицы, исповедницы, горе, само не о виве, молите Бога о нас, или молите Бога мне, помогите мне, благослови меня, святитель Отче Николая, или какими-то другими короткими молитвами. А потом вновь прислушиваться, понятно ли, что диакон говорит, паки и паки, миром Господу помолимся. Многие ли из наших слушателей, зрителей, знают, что такое паки и паки? Больше и больше. Совершенно верно, только не совсем, снова и снова, не больше, а снова и снова, миром Господу, миром вместе, в мирном духе, помолимся Господу, снова и снова. Вот, наверное, ектинии, все мы наизусть должны знать, понимать, в них каждое слово, ектинии, возгласы священника, нельзя назвать это невразумительным, поэтому те люди, которые совсем отключаются от богослужения, целый час медитируют своей Иисусовой молитвой, не совсем верно поступают, мне так кажется. Все же можно в богослужении найти общие места и влиться, влиться в общий ритм молитвы. Спасибо. И к вам еще один вопрос из Ставрополя. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я хотела задать два вопроса. Один, первый, можно ли молиться за человека другой веры, а второй, у меня подруга вышла замуж за христианина, но за границей, и они собираются крестить ребенка, но как в католической церкви. И она просит стать меня крестной мамой. Могу ли я, христианка, быть крестной мамой? И как вот мне вести себя дальше, молиться за этого ребенка? Или вот вообще можно ли мне быть крестной мамой? Спасибо. Молиться за некрещеных. Конечно же, нужно за них молиться, своей личной, домашней молитвой. Да в любом месте можно молиться. Единственное, мы не можем, уважая волю этих некрещенных людей, не можем поминать их в записках, приглашая священников, возглашать их имена. Нет, мы не можем. А вот молиться в душе своей, призывая на них просвещающую благодать Божию, для того, чтобы Господь просветил их истинной верой, привел к пути спасения, привел к покаянию. Конечно же, нужно и должно молиться за наших ближних, особенно родственников. Это нужно. Что касается крещения ребенка в католической вере. Католическая вера, как бы мы ни хотели, с ними дружить, и, возможно, придется нам с ними в какой-то степени дружить, мы все равно должны признать, там очень много иеретических вкраплений и заблуждений. Признать все их таинства спасительными сложно. Это очень спорный вопрос, где проходит граница церкви и могут ли католики спастись. Я не дерзну дать однозначный ответ, скажу, что это вопрос очень спорный. Можете ли вы принять участие в католическом таинстве крещения? Я не могу дать ответ на этот вопрос. Не могу дать ответ вопрос. Я не знаю. Я, если бы передо мной стал конкретный вопрос, я бы посоветовался с кем-то из более опытных духовников, а может быть даже с владыкой, с вашим правящим. Посоветуйтесь с епископом. Если он благословит, это будет правильно по его благословению поступить. Очень спорный вопрос. А вот в любом случае молиться за этого вашего малыша, которым вы могла бы или может быть станете крестной мамой, конечно нужно, но для меня это большой вопрос, стоит ли участвовать в тех таинствах, в которых нет уверенности, что это таинство, а не профанация какая-то. Спасибо, батюшка. Следующий вопрос к вам из Великого Новгорода. Здравствуйте, слушаем вас. Задавайте вашу вопрос. Здравствуйте, батюшка, благословите рабу Божию фатинюю. Бог благословит рабу божию фатинюю. Спасибо, господи. Батюшка, у меня такой вопрос. Спасибо, господи. Батюшка, у меня такой вопрос. Пожалуйста, есть определенный состав утренних и вечерних молитвы, а я прочитала, что есть еще правила Серафима Саровского. Там совершенно по-другому, я пробовала, и что-то мне не хватает для души. Хотя вот по составу утренних и вечерних молитв, честно говорю, бывают такие случаи, когда вот просто некуда. На работу действительно надо бежать, или спеш мало, и нужно утром никак, и спешки читаю молитвы, и это мне совсем не нравится. Спасибо. Спасибо за вас. Спасибо вам большое. Это очень хороший, очень актуальный вопрос. Может быть, можно сокращать правила. Феофан Затворник тоже советует, что по необходимости иногда нужно правила и сократить. Лишь бы это не было сокращение тоже своим неким правилом обыденным, когда человек годами читает некий сокращенный вариант. Бывают в жизни обстоятельства, когда болезнь или спешка или на перегруженный день по неволе правила придется сократить. Но все равно я вам рекомендую не отступать от вот той структуры утреннего вечернего правила, которое нам рекомендуется церковью в молитвословах. Эти молитвы не случайно подобраны, составлены. Особенно вечернее правило имеет величайшую силу ограждения нас от ночного демонского влияния. Утреннее правило. Прочитайте начальные молитвы. Выучите хотя бы несколько нумерованных молитв наизусть. Ну вот первые четыре, они же коротенькие. Выучите их наизусть. Молитву Божьей Матери десятую. И, например, молитвы оптинских старцев прибавьте. И на ходу читайте. Спешите в автобус, в лифте, в машине. Прочитайте наизусть эти молитвы. Господи, благослови меня, как говорится, коротенько, но горяченько. Лишь бы это было все же исключением вашей жизни. А вот вечернее правило. Часто приходят ко мне люди, которые рассказывают о том, что очень много страхований ночных, какие-то ужасные сновидения их мучают. Или они вечером вроде бы все мирно, тихо, а утром у них настроение очень агрессивное или унылое, депрессивное, наоборот. В чем дело? Я каждый раз напоминаю им притчу о плевелах. Это притча о плевелах, когда некий домовладыка насадил землю, засеял семенами, а ночью пришел враг и посеял плевелы. Взошло то и другое, и домовладыка потом очень сильно удивлялся, откуда же взошли плевелы, я же сеял добрые семена. Это относится не только к сынам противления, к сынам зла и к тем людям одержимым, которые имеются в нашей жизни. Очень похоже это на то, что по ночам может приходить в нашу незащищенную молитвой душу дьявол, сатана, бесы и сеять семена, семена противления, духозлобы, похоти, зависти, ненависти, тоски, уныния. И люди, не ограждая себя молитвой, внимательной, сердечной, покаянной молитвой, не просто вычеткой, не ограждая молитвами, они становятся беззащитными. Я всегда таким людям говорю, которые не любят вечерние правила читать, а вы на ночь дверь свою входную в квартиру запираете? Правда запираете? А зачем? Ставьте на распашку. А, боитесь, что придут не другие, такое вот вред в вашей квартире? А что же вы, извините, мозги свои не запираете? Нужно тоже головушку закрыть на ключ молитвы, покаяния, припадания к Богу. Особенно там есть сильные молитвы, например, «Да воскреснет Бог» и «Расточатся в рази Его». Очень сильная молитва, соединенная с крестным знаменем, с верой. И вот люди начинают прислушиваться не только к моим советам, начинают правила читать, и страхование отходит, и сны становятся светлыми, радостными, и жизнь меняется, потому что человек читает полные молитвы, они очень нужны. Что касается правила преподобного Серафима Саровского, для современного человека, живущего в миру, мне кажется, оно не подойдет. Ведь преподобный Серафим обращался к тем монахиням, к тем людям простым, и говорил им не только каждую, не только прочитать, вот что мы подразумеваем под правилом Серафима Саровского, «Три раза Отче наш», «Три раза Богородица, Дева радуйся», и «Один раз верую». Это ли правило Серафима Саровского? Конечно же, нет. И не только утром, вечером, или даже рекомендую это перед обедом, вот три раза в день это правило прочитать, но еще прочитав верую, творить непрестанную умную молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», неразвлеченную молитву читать до обеда, а после обеда прибавлять молитвами Богородицы «Помилуй мя». Вот если человек весь день пребывает в молитве, в нерассеянной молитве, если он там скребет пол в церкви, в храме, где-то рукодельничает, может быть, на Ниве, на Пажите работает, и творит умную молитву, сердечную молитву, да, конечно, ему хватит и вот этого правила Серафима Саровского, оно тоже по-своему замечательное, но мы-то, живущие в миру, общаясь с людьми, вовлеченные в круговорот суеты, мы же не можем до обеда нерассеянно творить эту молитву. И мы отправила Серафима Саровского, оставили только три-три и верую. Ну, как известно, три-три, что будет? Дырка будет в нашей духовной защите, поэтому не обманывайтесь. Те, кто не имеет возможности в молчании, в сосредоточении Духа, в покаянной, в смиренной, неспешной, неразвлеченной молитве, творить везде Иисуса в молитву, для такого человека Иисусова, то есть, правила Серафима Саровского, будет самообманом. Не обманывайтесь, а молитесь полнотою церковной. Спасибо, батюшка. И к вам еще один вопрос. Москва у нас на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос к батюшке. У меня папа по национальности евреи, он умер, но он некрещеный. Я могу в Москве, вот я знаю, есть храм, где совершается молебна мученику Уару. Могу ли я заказывать молебны и ставить свечки мученику Уару за некрещенных, умерших некрещеными? Спасибо. Молиться вы должны за своего отца, чтобы Господь, если может, помиловал его, простил его, избавил его в вечном мучении. Безусловно. Можете ли вы ставить свечи? Я думаю, можете. Церковного запрета ставить свечи за нецерковных людей нет такого запрета. Хотя традиция, традиция немножко другая, более распространена. Упоминать его в записках, в храмах вы не можете, потому что мы уважаем его волю, он в своей жизни не захотел, чтобы церковь православная за него молилась. Ну и не надо этого делать, это будет некое насилие над его духовной личностью, которая сейчас жива. Приходить ли, читать ли канон мученику Уару, или может быть даже в храмы в молитве читать, прославлять этого мученика можно, опять же, без упоминания имени некрещенного человека. Мне кажется, так. Спасибо, отец Алексей. Ну и хотелось бы в заключении программы, чтобы вы рассказали нам о молитве в пост, который начался, рождественский пост. Чем вас поздравляю? Чем же отличается молитва во время поста от молитвы в непостные дни? Действительно, братья и сестры, началось светоносное время рождественского поста, время подготовления нашей души к приходу, к рождению младенца Христа. Это не только воспоминания о том, как младенец Христос когда-то, где-то родился там, в Палестине. Это еще и некое символическое рождение Христа в нашей душе будет происходить в Рождество. И поэтому Церковь положила рождественский пост достаточно длительный. Он немного только уступает Великому посту. Но по напряженности он несколько ослаблен в сравнении с Великим постом. Время для того, чтобы мы приготовили, очистили свою душу прежде всего, укрепили веру, приготовили себя к радостному празднику рождения Христа и в нашей душе тоже. По церковному, в церковной нашей традиции богослужение сейчас не изменяется. Хотя в уставе предусмотрены некоторые изменения. Вот. У нас не изменяется богослужение. Правило формально тоже как бы не изменяется. Пост считается более ослабленным. Обычно обращает внимание на гастрономическую сторону поста, что можно и чего нельзя есть. Это как бы основа, от этого нужно отталкиваться, но нельзя этим ограничиваться. Пост рыбный, значит, дозволяется вкушение рыбы. Единственное, что тот, кто в обычные постные дни в среду-пятницу рыбу вкушал, то в рождественским постом старается на ступенечку сильнее пост усилить. Уже без рыбы мы проводим эти в среду и пятницу, а в остальные дни вкушаем рыбу. Что касается вот таких вещей, как сырое едение, сухое едение, без масла, вы знаете, это монашеские установления, и только по благословению духовника можно идти на это сырое едение, вкушение без масла, посоветуйте со своим духовником. Общая традиция такая, вкушаем постное масло, кушаем вареную пищу каждый день с рыбой, кроме среды и пятницы. Но это гастрономическая часть, только всего лишь от этого мы отталкиваемся. Мы уже говорили сегодня о сластолюбии, и вот смысл-то телесного поста сейчас немножко постараться от сластолюбия отойти. Сластолюбие у каждого свое. Кто-то спокойно без мяса, молока, яиц, ну вот вынь да по лучшему конфетку или шоколадку, без этого он звереет. Ну вот и наступите на этого зверя, прогоните его от себя без конфетки, без шоколадки, или без варенья, или без чего-то, что особенно для вас сладостно. Постарайтесь потерпеть некоторые лишения со спокойным духом, это очень важно. Нет смысла голодать и бросаться на всех с раздражением, злобой, с суждением, эта голодовка Богу неугодна. Постарайтесь проводить время поста доброжелательно, выдержанно, приветливо, в духовной радости. А чтобы духовную радость обрести, нужно усилить духовное бодрствование над своей душой. Молитвы, тот, кто не полностью читал, старайтесь читать теперь полностью. Тот, кто полностью читал молитвы, приготовьте, постарайтесь прибавить к этому, ну, может быть, каноны какие-то почитайте, может быть, акафисты какие-то добавьте, непременно чтение Священного Писания, хотя бы одну главу, а еще лучше три главы Евангелия и посланий апостольских, да можно еще читать вслух, освещая вашу комнату, жилье, воздух, все это, но если вы не мешаете другим, конечно, без раздражения, чтобы это было, вот, чаще посещайте храм и, конечно, не забывайте о доброделании и милостыня украшает пост всегда и забота о ближних своих, о немощных, о престарелых, а может быть, с соседки поговорить, скрасить ее одиночество, а может быть, с детишками посидеть из многодетной семьи, вот такой пост, наполненный добрыми делами, искренней, горячей молитвой, Богу годен и благоприятен. И, конечно же, не забывайте, что главное воздержание не от пищи, главное воздержание от болтливости, для очень многих сластолюбие в этом и заключается, воздержание от вкушения глазами непотребных всяких видений в компьютере или в фильмах нечестивых, удаляйтесь сейчас от этого. Кто-то развлекается, укрепляет свои силы винопития, но, конечно же, поститься и в то же время вкушать спиртное, это невозможно, это разрушение всякого поста, конечно же, в трезвости, в бодрствовании. Вот будет Новый год, неужели мы будем разрушать рождественский пост этими бокалами шампанского? Нет, конечно же, братья и сестры. Ну, если это вызовет скандал и разлад в семье, ну, символически вы поднимете, пригубите, но услаждаться этим постарайтесь не делать так. Несите мир, заботу ближним, воздержание, некое отрождение плоти себе и чистоту и духовную наполненность души своей. Батюшка, к вам еще один вопрос. Город Ялта на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Благословите, батюшка. Задавайте вопрос, пожалуйста. Раба Лариса, Божья, Батюшка, у меня нет вопроса, у меня к вам только благодарность и большое спасибо с низким поклоном. Храни вас, Господь. Спасибо. Мы не отиты с мужем и ваши вопросы, они в душе остались и то, что нам нужно было. Вот эти вопросы, они у нас были сейчас, они решены. Храни вас, Господь. Спасибо. Батюшка, буквально последний вопрос в рамках сегодняшней программы. Как бороться с рассеянностью и помыслами во время молитвы? С рассеянностью и с помыслами надо бороться всегда, не только во время молитвы, и во время учебы, и во время в метро стояния, и во время засыпания. Это наша духовная брань. Ну как молиться? Вот есть замечательный старец Паисий Святогорец, Афонский, белые такие, Тома его, пять тому вышло. Вот в третьей книге почитайте о борьбе с помыслами. Эту науку каждый христианин должен освоить. Иисусовые молитвы, умение сосредотачивать свои мысли, какой-то гневливостью даже на все рассеянности такие, бодрствованием таким вот, поклонами земными, постом, молитвой, чтением молитв, вслух. Мне так кажется надо. Хотя я еще не достиг, но только стремлюсь. Отец Алексей, я благодарю вас за беседу, за теплые, полезные поучения. Благословите наших телезрителей. Храни вас всех, Господь. Радостного вам поста рождественского и счастливого Рождества, чтобы встретить нам. И молитесь. Господь узнает нас по горячей любви и молитве. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарим вас за внимание к нашей программе. К нашей программе, простите. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин